Друзья, всем привет! Сегодня прям коротенькое видео информационного характера, буквально 1-1,5 минуты. Что хочу сказать, что наконец-то курсы валютные у нас понизились, и понизились очень до хорошей цифры. И сейчас курс иены даже выгоднее, чем до той ситуации 23 февраля, которая произошла. То есть на сегодняшний день там около 64 курс иены. А был до 23 февраля 68-67. Поэтому сейчас очень выгодные курсы, что это значит, что время покупать снова автомобили. И прям все начали радоваться, что курсы настолько понизились, что прям покупки снова станут выгодными. Как только прям буквально позавчера пришла новость от компаний-перевозчиков, что повышается фракт. Причем повышается на немаленькую величину. Теперь фракт будет достигать до 600 долларов. Раньше, помните, там в прошлом году 30-50 был, потом до 400. Теперь до 600 долларов повысился. Это у всех. Соответственно, конечно же, это будет влиять на итоговую сумму автомобиля, который уже будет выходить в Россию, да, с привозом из Японии. Конечно же, это будет не настолько сильное увеличение, чем когда был курс более сотки после всей этой неприятной ситуации. Но сейчас курс у нас адекватный, более чем хороший. И, конечно же, до того дельта, которая будет варьироваться из-за того, что повысился фракт, не очень приятно. Но все же, сейчас время покупать автомобиль. И кто собирался покупать, но не успел до конца февраля купить, я думаю, что сейчас вам нужно поторопиться. Потому что никто из нас не знает, сколько этот курс продержится. Мне кажется, что он продержится, может быть, там, 3 недели, может быть, месяц, и потом, может быть, опять взлетит. Конечно, не настолько взлетит уже, как раньше, но может чуть-чуть повыситься. Поэтому не ждите, заказывайте, успевайте вот по этому курсу, который на сегодняшний день сейчас в банках стоит. Курс очень хороший. Все может измениться буквально завтра, потому что вообще непредсказуемая сейчас вся ситуация в мире. Кто-то что-то введет, какие-то санкции, курс может опять взлететь. Либо, наоборот, понизится, но уже понижаться, наверное, даже некуда. Потому что Центробанк делает все пока для укрепления рубля. Сколько он продержит этот курс, не сможет искусственно подержать, мы пока не знаем. Поэтому не тяните, успевайте, берите. Фракт в связи с тем, что большие риски, страховые риски, поэтому они подняли. Фракт, он уже вряд ли понизится. По крайней мере, никогда, насколько я помню, фракт не понижался, когда он повышается. Либо остается на такой же планке, либо еще потом постепенно увеличивается. Фракт останется всегда таким же, а вот курс будет скакать. Все, на этом у меня все. Покупайте, не тяните, кто хотел это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!